Каждую среду в студии телеканала Самарегис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В Самаре проводится месячник гражданской обороны. Какие цели и задачи должно решить это мероприятие? Какие образовательные организации примут участие в работе месячника? В нашей студии Евгений Вдовин, заместитель руководителя управления гражданской защитой администрации городского округа Самары. Евгений Аминович, здравствуйте. Рад вас видеть. Добрый день. Ну и давайте, наверное, начнем с основ, с базы. Вот что такое месячник гражданской обороны? Да, ну давайте, наверное, начнем с того, что такое гражданская оборона. Еще лучше. Да. Определимся с терминами. Да. В Российской Федерации существует 28-й федеральный закон о гражданской обороне. И понятие гражданской обороны трактует этот закон таким образом, что это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения материальных и культурных ценностей от опасностей военного времени, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ну, само определение гражданской обороны говорит, что это защита населения от разного вида опасностей. Задумались об этом люди давно. Ну вот в этом году мы как раз отмечаем 90 лет гражданской обороны. То есть еще юбилей? Юбилей в этом году, да. Кроме этого, я хочу сказать, что и во всем мире вопросам гражданской обороны уделяется большое внимание. Так, еще в 1931 году французский генерал, медик по образованию, врач, учредил ассоциацию женевских зон. Это женевскими зонами считались и подразумевалось, что это будут какие-то безопасные территории, открытые города, где во время введения военных действий определенная часть гражданского населения, такие как дети, женщины, старики, больные, могли бы укрыться от опасностей. Ну, и в течение всего этого срока и в мире, и в Советском Союзе, а потом и в России, гражданская оборона тоже, соответственно, развивалась. Началась она как противовоздушная оборона, особое значение приняла эта структура во время Великой Отечественной войны. Это вот те зажигалки, которые снимали сотрудники вот этой организации, это спасение жизни, спасение от пожаров и прочие-прочие другие дела. В 1991 году из ведения Министерства обороны подразделения и части гражданской обороны были переданы в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям, который, в свою очередь, в 1993 году был переименован в Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. И сегодня гражданская оборона – это прерогатива Министерства по чрезвычайным ситуациям. В нашем случае, в нашей области, это Министерство по чрезвычайным ситуациям по Самарской области, Главное управление. Ну и в связи с этим ежегодно с 1 по 31 октября проводится месячник гражданской обороны по всей России. Вот тогда главный вопрос, вот какие цели и задачи это мероприятие должно решать? Потому что список большой, то есть это и защита людей, это и защита имущества, это и защита ценностей и так далее. Вот в данном случае, проводя вот это мероприятие, чего хотите добиться, а какие цели хотите решить? Ну, во-первых, месячник проводится в соответствии с планом годовым по выполнению мероприятий по гражданской обороне и защите населения. Это плановое мероприятие. Этот план утвержден председателем правительства Самарской области. И в рамках этого месячника запланирован ряд крупных мероприятий. Ну, во-первых, это какие задачи стоят перед месячником. Во-первых, это популяризация среди населения знаний в области гражданской обороны. Второе, это, наверное, проверка готовности органов управления сил и средств гражданской обороны к действиям по предназначению. Плюс это еще практическое обучение населения действием по сигналам гражданской обороны и, ну, скажем так, обучение населения действием при каких-то различных чрезвычайных ситуациях, порядок действий. Ну, и еще раз привлечение, наверное, даже в чем-то и патриотическое воспитание молодежи. Потому что все эти мероприятия, в том числе, проводятся и в школьных, в школах, в детских садах, в институтах, в техникумах. Да, я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет, как проходили подобные мероприятия. Это сюжет, скажем так, не свежий, потому что, понятно, еще мероприятие у вас, месячник, еще только предстоит. Но вот как они проходили, и затем обсудим, чем будет отличаться в этом году. На самом деле, это очень интересно. Звуки, сирены, оповещения и мобилизация. В этот день город особенно активен. В стране стартовала всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Самару проверили на готовность к чрезвычайным ситуациям. Тренировочный день начался с утверждения специального сценария, так называемого плана гражданской обороны. Для его обсуждения в мэрии собрался весь руководящий состав гражданской обороны. Представители профильных департаментов, заместители главы Самары и главы внутригородских районов. Совещание прошло под председательством Елены Лапушкиной. Одна из главных целей таких ежегодных встреч – закрепление обязанностей между органами управления, которые они будут выполнять в случае реальной угрозы. В рамках проводимой тренировки сегодня в 6 часов получены сигналы распоряжения от МЧС России на начало тренировки о введении в действие плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации. По сценарию именно вооруженный конфликт – главная причина природных и техногенных катастроф. Важно использовать все доступные ресурсы, чтобы не только прекратить столкновение, но и защитить население города от отравления дымом, вредными выбросами и другими опасными веществами. Как правильно использовать противогаз обучают специалистов поисково-спасательной службы, а те, в свою очередь, доносят базовые знания до населения. Специалистов готовят на курсах гражданской обороны, которые также проходят во Всероссийский тренировочный день. За лямберами и ушами, подбородок, специальную выемку, низ и вверх, только подевание противогаза. Основной задачей курсов ГО города является подготовка специалистов в области РСЧС, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по определенным учебным категориям. В настоящий момент курсы ведут свою учебную деятельность на основании учебной программы курсового обучения. Кроме того, в рамках отработки практических действий провели специальную обработку городской техники, развернули пункты выточи средств индивидуальной защиты, питания и вещевого снабжения, а также проверили готовность городского спасательного пункта к работе в условиях реальной катастрофы. Евгений Юрьевич, вот мы посмотрели, как это проходило, и сейчас давайте обсудим, как это будет проходить. Вот для начала, вы сказали, что одна из задач – это популяризация знаний среди населения о гражданской обороне, гражданской защите. Какие это знания и что значит популяризация? То есть имеется в виду, чтобы люди больше интересовались и больше знали, вот как это в практической плоскости делается? Ну, наверное, действительно, да, чтобы больше интересовались, больше знали, чтобы понимали, как действовать, потому что как раз вот эти знания, они помогают просто жить в нашем сложном технологичном мире, потому что у нас опасности окружают везде, это и общественный транспорт, это и какие-то природные явления, катаклизмы, это и просто вот у нас дом сейчас напичкан всякими гаджетами с электрическими приборами, все они тоже несут какую-то угрозу для человека. А я, наверное, все-таки хочу остановиться вот по поводу популяризации знаний. У нас для этого есть, в принципе, все. Мы для того, чтобы вот ведь обучение в области гражданской обороны, это вот популяризация знаний, это в том числе и обучение в области гражданской обороны, это, наверное, основной способ доведения информации и популяризации этих знаний. У нас идет обучение не только, вот, допустим, мы обучаем руководящий состав в области гражданской обороны, для этого существует у нас центр, региональный центр подготовки в области ГО областной, существуют курсы гражданской обороны, вот представитель курсов как раз выступал в предыдущем сюжете. Кроме этого, для подготовки в области гражданской обороны населения неработающего в городе созданы учебно-консультационные пункты, которые у нас есть во всех районах города. Хочу сказать, что вот буквально в последние два года у нас еще функционирует и мобильный консультационный пункт, который сделан на базе автомобиля типа «Газель», который позволяет проводить вот эти занятия в любом месте города, в любой район, выехать, собрать граждан ТСЖ или какая-то управляющая компания на своей территории, на месте, чтобы людям было удобно. Вот, в том числе, это и есть популяризация зданий. Кроме этого, знания по гражданской обороне, вообще знания по защите населения о чрезвычайных ситуациях и природного техногенного характера даются в школе, на уроках ОБЖ. Кроме этого, вот как раз во время месячника гражданской обороны проходят открытые уроки, приглашают сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, сотрудники нашего управления гражданской защиты. Для начальных классов все это проходит в игровой форме. Мы разрабатываем в рамках действующей программы пожарной безопасности какие-то раскраски, веселые, где в игровой форме до детей школьного и даже дошкольного возраста доводятся какие-то базовые мероприятия по обеспечению безопасности. Вот, наверное, таким образом популяризация и проходит. — Мы о работе с образовательными учреждениями сейчас поговорим отдельно. А вот если говорить в целом, на ваш взгляд, вот мы сейчас стали, ну скажем так, более что ли… Мы стали меньше думать об этом в сравнении с тем, что было, например, раньше 30 лет назад. То есть есть такое выражение вот «безумие и отвага», да? То есть мы там иногда делаем какие-то поступки, не понимая их последствия. Вот на сегодняшний день мы часто играем в те игры, не понимая, каким результатом это может привести? Есть такое? — Ну, я хочу сказать, что, наверное, да. Вот мне кажется, как раз вот популяризация и значение знаний в области гражданской обороны в настоящий момент очень актуальны. Даже не беря во внимание ту обстановку, которая сейчас в мире происходит, те угрозы, которые сейчас в том числе и над нашей страной возникают, которые могут быть. Я хочу сказать, что действительно мир развивается, технологии развиваются, скорость жизни растет, и мы в любом случае должны быть готовы к реагированию на все вызовы, которые нам приносит и погода, и современный мир, ну и международная политическая обстановка в том числе. — Ну, просто такой обычный, банальный пример совершенно. Это тоже на самом деле гражданская оборона. Человек, имея дома там газовую колонку, газовый котел, обогреватель, он просто берет и сам его вот, исходя из каких-то собственных соображений, переносит в квартире туда, куда его переносить нельзя, и, например, засовывает в шкаф. И это несет угрозу всему дому на самом деле. — Всему дому, да. Точно так же, как и неправильные перепланировки жилья, снос несущих стен, конструкции. — И вот тебе чрезвычайные ситуации. — Вот чрезвычайные ситуации из-за невнимательности, либо из-за недисциплинированности одного человека могут пострадать многие. — Или просто безумие иногда даже, потому что несущие стены, да, совершенно обычная ситуация, или там человек сделал бассейн в собственной квартире, например, вот ему пришла в голову такая мысль. И вот тебе, собственно говоря, ЧАЭС на ровном месте, которое, в принципе, могло бы не быть. — Совершенно верно. — Вот если говорить о, ну, скажем так, каких-то внешних воздействиях, в этом году будут проверяться экстренные системы оповещения населения в Самаре? — Запланирована их проверка. Мы ждем, наверное, может быть, каких-то еще определенных указаний в этой области. Но я хочу сказать, что мы, состояние системы оповещения держится на постоянном контроле. Сейчас эта система автоматизирована, у нас заведена на единый пульт, и мы в онлайн-режиме видим работоспособность каждой сирены, каждой сирены речевой установки. То есть у нас нет сейчас необходимости, условно говоря, включать ее и слушать, скажем так. — Как она работает. — Как она работает, да. Потому что работоспособность с этой сиреной мы отслеживаем ежедневно в рамках наблюдения, проверки, ну, там, система, которая позволяет понимать, работает каждая сирена или нет. Это если мы видим какие-то нарушения, специалисты выезжают, восстанавливают, и мы понимаем, что у нас система оповещения работоспособна и готова к оповещению населения в случае каких-то угроз либо опасностей. — Ну, здесь ведь важный момент — это, наверное, самый важный — это знание населения, что делать в этой ситуации. — Ну... — Вот, кстати, давайте напомним, потому что вот там... — Да, потому что я могу сказать, что вот всем... — Один гудок, два гудка и так далее. Вот что делать в разных ситуациях? Давайте скажем. — В разных ситуациях. Я хочу сказать, что, ну, наверное, в рамках этой передачи мы не проведем занятия с населением, полную лекцию. — Да, конечно. Я хочу сказать, что вся эта информация есть на сайтах Главного управления МЧС России. Там разработаны памятки для населения по действиям, как при эвакуации, как при... где ты находишься дома или на работе, как себя вести в той или иной ситуации. Сети, они очень доступны в качестве как-то, ну, алгоритма действий, что, в какой последовательности граждане должны делать и выполнять. — Кроме этого, конечно, вот я еще раз повторюсь, что проводятся занятия для неработающего населения на учебно-конституционных пунктах. Эти пункты, они развернуты в каждом районе, как правило, при жилищных органах. А работающее население по требованиям законодательства, руководители предприятий и организаций должны проводить такие занятия со своими работниками на предприятиях. — То есть, я правильно понимаю, что управляющие компании, ТСЖ и товарищество собственников жилья — это те организации, с руководством которого или с сотрудниками которого проводятся занятия, потому что они непосредственно работают с населением и, соответственно, они должны знать и понимать... — Да, да, не всегда это получается, потому что у нас часто управляющая компания там обслуживает малое количество домов, но вот такие какие-то крупные управляющие компании, с которыми наложено взаимодействие, и на их базе организован учебно-конституционный пункт, где представители администрации районов проводят занятия и доводят как раз ту необходимую информацию до населения. — А, кстати, насколько они охотно откликаются, я имею в виду управляющие компании? Потому что это ведь все-таки нужно человека выделить там... — Понятно, что это дополнительная нагрузка, но в любом случае, мне кажется, у нас социально активные и социально ориентированные руководители, поэтому, в принципе, всегда в основном получается найти взаимодействие и понимание в лице руководителей управляющих компаний. — Давайте поговорим о том, как будете вы работать с образовательными организациями. Какие образовательные учреждения примут участие в работе этого месячника для начала? — Ну, у нас, хочу сказать про образовательные организации. В рамках этого месячника примут участие все общеобразовательные школы, их у нас 154, 169 дошкольных учреждений городского округа Самара с охватом более 100 тысяч учащихся и воспитанников. Какие мероприятия будут проходить? Как я уже сказал, это открытые уроки с приглашением представителей главного управления МЧС России, и представителей администрации городского округа Самара, администрации внутригородских районов, которые занимаются вопросами гражданской обороны и защиты населения. Будут проводиться конкурсы, викторины по этим темам. Будут тренировки проводиться по эвакуации, по выполнению практических мероприятий. Этих, ну и, наверное, какие-то учебные видеофильмы, лектории. Такого рода будут проводиться занятия. А в дошкольных образовательных учреждениях с воспитателями как будут эти работы? Потому что там, наверное, самое главное все-таки это воспитатели. Конечно, мы будем говорить, что эти занятия будут проводиться в старших группах детских дошкольных учреждений, где уже ребенок может понимать, по крайней мере, базовые какие-то принципы безопасности. Это то, как себя вести на улице, соблюдение каких-то основных правил дорожного движения, не выходить одному, не играть рядом с дорогой. Это в том числе понимание, как работают электроприборы, чтобы не хватался заголенные провода. Это пожарная безопасность, это чтобы не играли со спичками. То есть на каждом уровне, для каждого возраста предусматривается, соответственно, своя программа. И, конечно, вы правы, необходимо готовить воспитателей и учителей тоже к этим занятиям. Но это комплексный подход к этому вопросу. Система образования построена так, что, в принципе, ну, наверное, преподавательский состав и воспитатели понимают. Мы, со своей стороны, в ходе, перед проведением месячника, рассылаем методические рекомендации. МЧС России, адаптированные для городского округа Самары, для нашего родного города. — Я почему спросил? Потому что, понятно и очевидно, что, ну, учители и воспитатели — это те люди, которые, если, не дай бог, вдруг понадобилось, именно они будут, собственно говоря, вот в этой сложной обстановке руководить. — Будут спасать и руководить вот этими эвакуациями. — Или делать так, чтобы не пришлось никого спасать, все сделать вовремя. — Совершенно верно, да. Потому что главное предупредить, чем потом бороться, ликвидировать последствия. — Восточная мудрость гласит, капля предосторожности стоит рек лекарств. — Совершенно верно. Так же, как любимое слово пожарных — это то, что любой пожар можно потушить стаканом воды. Потому что главное — это сделать вовремя. — И знать, где. — И знать, где, конечно. — Вот если продолжать тему работы с образовательными учреждениями, с детьми, вузы и средние специальные учебные учреждения будут участвовать? — Конечно. Потому что колледжи, высшие учебные заведения... Я говорю сейчас в основном про школы и про детские сады, потому что они находятся в зоне ответственности органов местного управления. А техникум и высшие учебные заведения могут относиться к федеральным органам власти и к региональным. Там эти мероприятия будут проводиться тоже в полном объеме, тоже с полным, скажем, комплектом всех мероприятий. И открытые уроки. Там будет уже, ну, понятно, что на более высоком уровне. Там люди чуть постарше, поопытнее, соответственно, и подход немножко другой. — Им можно уже давать более сложные задания? — Мы, может, ну, я хочу сказать, что ведь у нас и в Уждоху и обучаются специалисты в области гражданской обороны. Это политехнический институт наш, ну, скажем так, Самарский университет, он сегодня получается. Готовят специалистов в области гражданской обороны, в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. И мы, как практически работающие в этом сегменте, скажем, тоже встречаемся со студентами этой специальности. Они посещают наше управление. Мы рассказываем, показываем, как работают эти органы управления. Показываем работу единой дежурно-диспетчерской службы, которая является координатором, как и при вопросах чрезвычайных ситуаций, так же и в гражданской обороне. И показываем тот же наше штатное аварийно-спасательное формирование, поисково-спасательный отряд городского округа. Вот и популяризация знаний, в том числе в школах и в институтах, как раз, возможно, кто-то придет в эту профессию. Кто-то придет в профессию спасателя, пожарного, может быть, даже управленца в области гражданской обороны. Потому что это одно из важных направлений вообще деятельности органов местного самоуправления. Но это то направление, на которое мы не обращаем внимания, когда оно не требуется, но когда, не дай бог, оно нужно. Выясняется, что это самое главное? Я считаю, что как раз главным показателем работы таких органов управления является их, скажем, когда про них меньше говорят, когда все хорошо в городе, когда снижается количество пожаров, когда снижается количество погибших, когда безопасно на воде, когда есть оборудованные места для купания, когда люди понимают, как себя защитить от любого вида опасности. Вот если говорить еще о работе с детьми. На ваш взгляд, сейчас достаточно, взгляд профессионала, сейчас достаточно знаний в общеобразовательной программе. Ведь я помню прекрасно, как я когда-то отлично умел одевать противогаз. Я это делал на время. Я до сих пор, наверное, сделаю это. Я даже ОЗК, помню, мне приходилось им пользоваться. Сейчас этого нет, потому что нет НВП. Вот заговорили о том, что, возможно, НВП надо вернуть. Вот сейчас как с этим обстоят дела? Ну, я хочу сказать, что, в принципе-то, обучение в области безопасности осталось, обеспечение безопасности жизнедеятельности. Хотя, конечно, что-то, наверное, упущено за эти годы. По сравнению, я имею в виду, с советским периодом. Вот вы говорите, что начальная военная подготовка, она давала определенные... На самом деле важные вещи. Важные вещи, знания. Ну, я думаю, наверное, к этому так или иначе придется вернуться. По крайней мере, может быть, не в такой, ну, не с тем объемом занятий часов, там, условно говоря, по НВП в части, там, может быть, применение, там, отравляющих веществ, ядерного, другого оружия. Ну, да, как падать, когда происходит ядерный взрыв? Ну, какие-то базовые, действительно, положения необходимо все-таки возрождать и возвращать в школу определенный набор знаний. Я думаю, что это еще много, наверное, зависит и от преподавательского состава, как эту тему подавать, под каким углом и на что обращать больше внимания. Спасибо за интересную содержательную беседу. Я надеюсь, что все то, что вы сейчас отрабатываете, будет понадобиться только вот в теоретической, в такой, в тренировочной форме. Мы тоже очень на это надеемся и как раз работаем для того, чтобы не допускать каких-то чрезвычайных ситуаций. Спасибо. В нашей студии был Евгений Вдовин, заместитель руководителя управления гражданской защиты администрации городского округа Самара. Берегите себя, будьте осторожны. До свидания.